Хоба, привет! С вами доктор Влад, у нас плюс 15. Да, вот так вот. Ну, сейчас немножко вроде бы жара отошла. Так, вот знаете, мне тут вчера был разговор интересный с Инесс. Вот, я его, правда, в папочку не положил, но сейчас найду. Так, а, вот она пишет. Так, как там ваши украинцы? Если что, караван у нас пустует до сих пор. Можем принять кого-то. Я сначала не понял, какие это мои украинцы. Она говорит, что это это. Подписчики, подписчики. Ну, вот, ребята, если что, значит, вот, хотят, ну, то есть, могут, во всяком случае, принять. Вот, Инесс. Инесс Мелнстрас Д. Вот, Мелнстрас Д, наверное. Обращайтесь. Вот, если кому-то нужен приют. Ладно, хорошо. Так, теперь, Альборыч. Это всё комментарии. У нас, ну, это Одесса, да? У нас ночью ПВО стреляло. Серия ракет, похожая на Град. А ближе к утру ракеты потопили буксир Василий Бех. На нём стояла установка ЗРК ТОР. Не помогло. Ну, это ракетная, значит, такая вот, зенитная, да? Вот, не помогло. Да, на самом деле, Василий Бех, буксир. Я посмотрел, да, потопили. Да, вот ещё это. У меня наяха даже есть. Повреждённый русский буксир Василий Бех затонул в Одессе. Да, вот так. Что тут у меня ещё какой-то комментарий? Так, мне кажется, а вот парень пишет. Мне кажется, что расследования Навального в России не работают, потому что там, чем больше воруешь у государства, тем сильнее уважают, мечтают быть на их месте. Ребята, я об этом толдычу всё время, постоянно. Вот тут я ему написал ещё в комментариях. Да-да, ещё и завидуют. Вот бы и мне. По сути, Навальный создаёт иконы. Иконы и россияне молятся на тех, кого якобы Навальный... Ну, не якобы, он их разоблачает. Но для русских это символ. Это, ну, есть куда стремиться. Так, ну, дальше уже новости пошли. В России захотели возродить бренды «Волга» и «Победа». Так, Путин считает... Слушайте, про Путина вчера бла-бла-бла всю дорогу. Ну, такая чушь. Я вот только парочку прочитаю, а дальше уже... Ну, нет смысла. Путин считает, что ситуация в Европе приведёт к смене элит. Слов нет. Путин рассказал, что карта «Мир» постепенно получает признание за рубежом. Ну, вот, в общем, вот такую чушь он вчера кнал на этом форуме. Не буду я, вот, ну, даже не охота. Хотя много новостей на эту тему. Ну, так в русских, естественно, издательствах. Так, стало известно о визите Джонсона в Киев. Прибыл для встречи с Зеленским. Да, хорошо, молодец. Значит, он сказал, что рад снова приветствовать своего друга в Киеве. Во как. Так, Мантуров сообщил о подорожании автомобилей в России почти на треть. Если правда, ну, ну, хотя бы на треть. Остаётся одно, только лечь и помереть. Так. В Британии назвали российское поле битвы будущего. Арктика. Арктика будет поле битвы. Уже для армии закупили там несколько тысяч мохнатых таких вот трусов с начёсом. Солдаты сидят, начёсывают. Так. Патрушев назвал Восточную Европу наиболее вероятным театром военных действий НАТО. Да ну вон оно, что ещё Патрушев время от времени вылазит с какой-то чушью. В США решили увеличить военные расходы в 23-м году на 45 миллиардов. Ну, а как же? Конечно, есть враг. Так. Премьер-министр Австралии, не Австрии, Австралии, Энтони Албанис, примет участие во встрече НАТО в Мадриде, чтобы поддержать народ Украины. Австралия не входит в НАТО, но она поставляет Украине помощь и оборонное оборудование, ввела санкции в отношении сотен расистских физ- и юр-лиц. Ну вот так Австралия подключилась. Так. Что ждёт сбежавших из РФ знаменитостей, которые возвращаются назад? Ах ты, звёзды шоу-бизнеса. У какие они, да? Иван Ургант, Ингиборга Дабкунайта, Манижа. Ну, певица, да? Актёр Виторган, певица Жасмин. Ну вот они такие, они предатели. Предатели. Угу. Так, что ещё? Глава МВД Великобритании одобрила экстрадицию Джулиана Ассанджа в США, где ему грозит до 175 лет тюрьмы. Ну, конечно, давно пора. Умер кто-то, ребята? Умер. Французский актёр Жан-Луи Трентиньян. Ну, я так вот, на слуху у меня есть, но я его вообще что-то не помню. Звезда золотой эры французского кино. Где он играл? Ну, так, мужчина и женщина. А, вот это кто? Мужчина и женщина. Анжелика во гневе. Ну, так, ладно. Умер. Сколько ему лет-то? Не говорят. Уж лет, наверное. А, вот. 90... 91 год. Так. Такаев поддержал создание большого евразийского партнёрства. Да, но только без России, да? Такаев там вообще, такие вещи говорил. Дальше у меня тут есть. Ну, тоже на форум его пригласили. Так. В Киеве заявили, что будут требовать проведения Евровидения на Украине. Ну, якобы на Украине-то, ну, в Украине идёт война. А, и вот организаторы Евровидения сказали, что вряд ли получится в Украине. А прям вот так вот. Прямо под обстрелом. Пускай споют. Ага. Так. В чём ошибся Шекспир, убивая Клеопатру и Гамлета-старшего? Это что, опять Путин что рассуждает? Да ну, какая-то чушь. Так. Стилистка назвала безвкусную женскую одежду на лето. Ну, чё, в России будут жрать одежду. Вот тут говорят, какая имеет вкус. Ну, вот какие-то тапочки. Ну, можно подмётки сварить, да? Так. Купленный жительницей Китая щенок оказался Медведев. Медведем. Медведев, да? Нет, Медведем. Ух ты, Господи. Да. Она думала, что это тибетский мастиф. Спустя некоторое время животное начало поглощать еду в огромных количествах. Ежедневно оно ело по ящику фруктов и два ведра лапши. Уф, нифига, вот так купишь, да? В Подмосковье женщина перепутала схватки с отравлением. Ну, тупые они. Она не знала, что она беременная. И родила. Да, родила. Так. Женщина через 10 месяцев после свадьбы обнаружила, что её муж – мошенница. Ну, во-первых, она обнаружила, что муж – женщина. Да, да как это вот, что-то какая-то чушь. Какой сегодня день, неделя-то хоть? Суббота. А, ну, в субботу. Субботняя чушь, ребята. Мошенники использовали новую схему отъёма денег у пенсионеров. Ну, опять, наверное, возраст пенсионный будут повышать, да? Нет? А, нет, здесь какие-то другие жулики, не кремлёвские. Ладно, ну, к чёрту. Стало известно сокращение количества наркозависимых в Москве. Вот оно что. Ну, они в Питер поехали, там дешевле наркота. Да, опять Путин. Путин всех удивил своей программной речью с начала спецоперации. Ну, вот я говорю, он такую чушь нёс, я не хочу его. Не хочу. Читайте сами. Ковальчук заявил, что Чубайс ничего не создал в Роснано. А кого-то это удивляет, а? Так, он заявил, что мальчики в бриллиантовых запонках хотели ободрать учёных как липку. Ну, и ободрал он Чубайс. И уехал рыжий. Уехал, да. Так, в Твери на перекрёстке столкнулись три автомобиля. Больше в Твери автомобиля не осталось. Так, и Твиттер. Вы с ума сошли? Слушать и смотреть это дерьмо. Ну, вот это про президента, да. Твиттерские считают, что нечего. Так, опять Путин. Ну, всё-таки он вылазит время от времени. Путин заявил, что на сегодняшний день ставка льготной ипотеки снижена до 9%. Правда, забыл сказать, что в прошлом году она была 7%. Честно говоря, не понял некоторых претензий к внешнему виду президента Украины. А, ну, якобы они в пиджачках, а он там в маечке, да. Его народ истекает кровью. А он должен быть во всём белом, что ли? Вот одолеет зло, и будет вам и штиблеты на реман, и костюм с отливом. Всему своё время, ребята. Правильно. Только я не знаю, что такое штиблеты на реман. Хм. Чё-то украинское. Так, вице-премьер Чернышенко. В планах вывести российскую электронику в мировые лидеры по качеству и объёмам производства. Вот у них такие планы, да. Лидером будет, да. А что это за фигня такая, российская электроника? Да, ну нет её же, нету. В Москве на площади у метро-аэропорт поставили грушу с фотографией Байдена в полный рост. Ну да, вот, ну, бит типа, да. Шах и мат, америкосы. Так. Глава Минпромторга Монтуров заявил, что автопрому РФ по силам создать подушки безопасности. Вот оно что, великая сверхдержава, да, подушки. Нормальный мир их производит уже 50 лет. Так, приглашая новый мировой порядок, ну вот опять, ну, Путин каким-то образом в своей речи на ПМФ добрался до строительства Дома культуры в Якутском селе. Для настоящих гениев мелочей не существует. Ну, вы примерно, представляете, вот о чём он там вот болтал? Вот такой вот какой-то чушь, просто чушь. Так. Глава Минпромторга Монтуров. Значит, у нас есть планы по расширению производства в России электромобилей. Знаете, что тут смешно? В России нет производства электромобилей. Ну, вообще, просто в ноль. А расширять то, чего нет, это умножать ноль на ноль. Ну, да, конечно. Так, дальше едем. Новосибирские власти попросили бизнесменов помочь российским военным в Украине носками, печеньем и туалетной бумагой. Ну, не хватает в армии. Да, не хватает. Запад разрешит покупать российские энергоносители за треть цены. Да, за треть, пожалуйста, покупайте. Так. Крупнейшие розничные сети призвали ввести в Россию продуктовые карточки. Падение доходов потребителей в этом году будет сильнейшим с 1998 года. А вал продаж в магазинах вторым по масштабам за всю историю страны. Карточки, ребята, потребовали, да, требуют. Белоруссия защитит западную Украину от вторжения Польши, пообещал Лукашенко. Так. Реджеп Эрдоган намекнул на воссоздание Османской империи. Он заявил, что Турция станет одной из восходящих звезд 21 века. Ну, вот еще один идиот вылез, да. Кому-то ведь нравится, вот даже моим подписчикам кому-то нравится Эрдоган. Я думаю, таких немного. Так, премьер, ага, Борис Джонсон приехал в Киев. Да, 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 еще это на Твиттере тоже отметили. Конечно, это важно. Так, на российском буксире Василий Бех, я вот с этого начал, да, Альборович рассказывал, ранено 70% личного состава. Да, и он затонул, ребята. Остальных, наверное, как-то это спасли, что ли. Так, с 10 марта в PlayStation Store невозможно купить игры с помощью российской карты. Суд счел это недостатком товара и обязал Сони в течение недели заменить консуль. Да, Петушинский какой-то суд. Да, это где такие? Петушки, а, Владимирская область, да. Ну, знаете, Москва, Петушки, да. Петушки обязали Сони. Распетушились. Так, Еврокомиссия официально предложила Украине стать кандидатом на вступление в Евросоюз. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Вот так, молодцы украинцы. Глава Еврокомиссии, ну она же, также предложила предоставить статус кандидата в Евросоюз в Молдове. Молдове, да. Так, тем временем в российских аптеках появились Z-сиропы и Z-витамины для детей. Z. Ну, знаете, да. Так, все-таки какая чрезвычайно отсталая территория России? Представим, по щелчку исчезает все импортное в наших домах, на улицах, везде в стране. И что? Не знаю, как у вас, но я тут же буду голым, сидящим на голом полу среди голых стен. А вы? И ни хрена не смешно. Это наше будущее. Да. Ну, вот тут комментарии. С этого начиналась моя жизнь. Мама говорила, что молоко было достать тяжело. Это время Брежнева. Ну, в общем, у меня было время Хрущева, с хлебом были проблемы. Так. Литва отрезала Калининградскую область от трусов. Ой, подождите, подождите, нет. От грузов. От грузов отрезали Калининградскую область. Да, Литва больше не будет. Да, ввела ограничения на транзит грузов в Калининградской области, с других регионов России. Вот так. Сужу по дачным соседям, как изменяется ситуация на рынке труда. Соседка напротив, 42 года, упаковщица, истра, уволена по сокращению. Соседка справа, 40 лет, какая-то фирма, работает 3 дня в неделю. Сосед, завод Воденцова, простой. Вот, стоит в смысле, да? Сосед, 39 лет, ИП, ну, это предприниматель, уже 2 месяца живет на даче. Значит, ну, вот так. А вот тут, бах, ему комментарий. 22 июня 41 года. Моя бабушка проснулась от бомбежки Киева немцами. 24 февраля 22 года, 4 утра. Мы, мои дети и я, проснулись в Киеве от русских бомб. Ну, вот так, ребята. А что, отец, инвесторы у вас в городе есть? Кому и талибы инвесторы? Да. Борис Джонсон второй раз прибыл в Киев за время войны. Да, второй раз уже. По словам Зеленского, они обсудили необходимость увеличения поставок тяжелого вооружения, систем ПВО и так далее. Молодцы. Он бы хоть прочесался. Ну, война идет. Ладно. Простим. Джонсона. Так, Джонсон. Вот он как раз. Джонсон. Переговоры с Россией возможны только после вывода всех ее войск из Украины. Это вам не Макрон. Да. Так. Главком армии, а это я уже говорил, но тут еще интереснее. Попросил новосибирские власти собрать носки и трусы для солдат. Те обратились к бизнесу. Да. Такаев. Такаев выступил вчера. Боброедка ему задала вопрос, и он бах и ответил. Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР. Вот так вот. Вот прям вот так вот раз и ответил. Да, он дальше еще. Вот его слова. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Вот так вот. Никого вообще. Ну, молодец. Так. Вот еще, да. И все свои смелые речи против ДНР и ЛНР президент Косым Жомар Такаев сказал в присутствии Путина, сидя на сцене в соседнем кресле. Тот молча проглотил. Жаль, оператор не показал его в физиономию в этот момент. Но Симоньян, вот она задала вопрос, охренела конкретно. Да, у нее такая рожа страшная была. Так, что тут еще? Сильнее сухого закона по рождаемости ударит исчезновение импортной косметики, заявили в Роскомстате. Вон оно что. Ну, конечно. Сухой закон и импортная косметика. Ну, вообще к женщинам подходить не будут русские, да. Водка самый сильный афродизиак на России, да. Лавров, вот слушайте, вот цитата, прямая цитата. Лавров, я бы дал Украине членство в члены. Казалось, что ниже падать некуда, но тут Лавров с треском пробивает очередное дно. Че он курит? Ну, я не знаю. Ну, вы поняли, членство в члены Украине. Так, вот еще разок. В акватории Черного моря был поражен буксир Черноморского флота Василий Бех во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов и вооружений личного состава Черноморского флота. Вот так. Самый интересный буксир был оснащен ПЗРК Тор. Ну, вот так вот, еще раз. Вот тут комментарий. Тор был проволокой прикручен. Отвалился, наверное. Угу. В Пентагоне подтвердили, что Украина ударила по российскому буксиру Василий Бех американской ракетой Гарпун. Вот так. Пентагон подтвердил. Так. Ходорковский вот тут пишет на Твиттере. Интересно, не знаю, где он взял. Ради делегации талибов организаторы Питерского форума удлинили юбки сотрудниц форума. От величия аж дух захватывает. Приходится угождать террористам, чтобы Международный форум не лишился единственной иностранной делегации. Удлинили юбки. Ну, якобы их оскорбляет вид, что ли. Я не понимаю. И последнее. Меня не покидает ощущение, кто-то какой-то парень пишет, что над россиянами проводят какой-то чудовищный социальный эксперимент. До какой стадии оскотинивания можно дойти под чутким и умелым руководством государя, да, ну, Путина. Вообще от нас. Ну, все, ребята. На утро все. Там дальше видно будет. Пока. С вами доктор Влад. Собаки досыпают.